Здесь единственная дорога, которая соединяет те посёлки, которые находятся ниже со всей инфраструктурой. Вот посмотрите, что сделали с дорогой. Участок дороги, что соединяет посёлки Дубровки и Дубровские зори, перекопан бульдозерами. Видно, какой вообще слой они сняли. Здесь есть цемент, вот подушка из щебня, вот уже идёт подушка из битого кирпича. Жителям Дубровских зори теперь приходится делать крюк 5 километров, чтобы добраться до цивилизации. У меня двое маленьких детей, и они ходят в садик под Осинки. И, соответственно, это ближайшая дорога, как мы можем добраться буквально минут за 7-10, мы уже можем доехать до садика. Если ехать объездной дорогой, то это получается по пробкам около 40 минут. После того, как перекопали дорогу, дети и мы не можем добираться до необходимых мест. То есть ни до фельдшерского пункта, ни до магазина. В Дубровских зорях винят в случившемся соседей. Жители вот этой части деревни делают это. Обидно, что они считают, что они люди, да, вот они не могут, значит, без пробок добираться на Дмитровское шоссе. А мы должны вот по кругу. В соседних Дубровках на это свои аргументы. Дорогу перекопали, чтобы остановить транзитный поток большегрузов. Рядом с посёлком проходит дублёр ЦКАТ. Узкая двухполосная трасса в часы пик встаёт намертво. И навигатор предлагает объезжать пробку через жилой сектор. Ежедневно на данном участке возникают жуткие многокилометровые пробки. И если наша деревня откроет проезд по спорному участке дороги, то данная пробка переориентируется на нашу дорогу. Собственники домов в Дубровках считают, что соседи должны использовать свой выезд. Мы со своей стороны предложили собраться материально и помочь организовать проезд у церкви, где он исторически был. Но наши уважаемые соседи его перекопали ввиду того, что они как раз не хотят транзитного проезда, ну, так же, как и мы. Конфликтующие стороны упорно не слышат друг друга. Под горячую руку попал даже наш оператор. Есть официальная бумага, что эта дорога заканчивается возле подстанции. Есть решение суда о том, что эта дорога является дорогой. По документам, у спорного участка дороги хозяина нет. Дмитровский суд обязал местную администрацию присоединить его к общей дорожной сети. Есть процедура принятия ее на баланс, мы должны взять как бесхозную. А процедура принятия на бесхозности, она содержит сроки. То есть год нужно выяснить, есть ли у этого участка земли, это сейчас на дорогах хозяин, и после этого принять на баланс. То есть, скорее всего, проезд рано или поздно откроют для всех. Но даже в этом случае остановить транзит можно. Нужно попросить разработчиков-навигаторов не учитывать поселковую дорогу, а на въезде поставить запрещающие знаки и жестко штрафовать нарушителей.